Всем огромный привет, рада видеть вас на своем канале, меня зовут Мария, сегодня мы с вами поговорим про клубничный аромат. У меня был такой запрос снять видео на подобную тематику, и сегодня я вам расскажу о семи ароматах, так да, о семи ароматах из моего парфюмерного гардероба именно на тему клубники. Понятно, что это не все ароматы, которые у меня есть на такую тематику, но это такие основные яркие представители. И, как всегда, если вам будет интересна такая тема, то можно будет продолжить и снять еще одну часть, к примеру, с такой же подборкой. И вы, кстати, в свою очередь тоже пишите, пожалуйста, в комментариях свою подборку любимых клубничных ароматов. И давайте приступим, расскажу вам о всех ароматах. Данное видео снято при поддержке интернет-магазина парфюмерии и косметики randewoo.ru, поэтому ссылочки на все ароматы будут в описании к этому видео, и там же будет промо-код на скидку 10%, который суммируется со всеми акциями, скидками, выгодными предложениями на сайте и действует при заказе от 2,5 тысяч рублей. Давайте, наверное, начнем с моей новиночки недавней. Аромат бренда Hermetica, который называется Rose Fire. Вообще аромат на тему розы. И я, честно говоря, изначально, когда с ним знакомилась, я и хотела, в принципе, услышать розу. Мне было интересно вот это вот описание, что многие вы описывали, как такая рахат-луктумная роза, то есть роза с рахат-луктумом. Чего этот аромат, я услышала просто невероятно приятную клубнику. И знаете, что мне нравится? Эта клубника не вызывает у меня каких-то таких спутанных эмоций, как, допустим, бывает с композициями, где клубника такая прям ярко выраженная, сладкая. Иногда у меня, знаете, бывает такое ощущение какой-то даже аритмии, как будто бы учащается сердцебиение и становится как-то жарко. И, кстати, многие мне писали, девочки, так, что у них такое наблюдается с такими ароматами. Особенно это прослеживается в Бер-Барихеон. О нем мы тоже поговорим. Здесь же такого нет. Здесь, знаете, клубника очень приятная. Это не клубничный джем, это не какая-то сладкая сахарная клубника. Она, с одной стороны, свежая, с другой стороны, имеет немного сладости. И все это сочетается с красивой многогранной розой. Роза здесь тоже действительно многогранная. Она и сладкая, она и с такой небольшой кислинкой. Но, при том, это не какая-то там ярко выраженная прям такая болгарская роза. Что касается рахат лукома, тоже, возможно, это есть. И, в общем, здесь действительно такое красивое сочетание и розы, и также клубники. Поэтому я прям под впечатлением этого аромата очень мне понравился. Следующий аромат, который, наверное, будет достаточно спорный, потому что я слышала о нем как положительные отзывы, так и очень неположительные, больше отрицательные. Это Монталь Мукхалат. Для кого-то это красивая такая клубничная история, клубничный джем. Для кого-то это больше такие ароматические палочки благовония. Для меня это, честно говоря, и то, и другое. Периодами я в нем ощущаю такую клубничность прям, такой клубничный джем, то это прям такие вот действительно палочки благовония. Но мне, знаете, что нравится в этом аромате, что он, наверное, в жаркое время года звучит даже более интересно. То есть этому аромату действительно нужно тепло. В тепло аромат раскрывается красивее. И покупать, наверное, вслепую его нет. Но, в принципе, попробовать присмотреться очень даже советую. И, возможно, действительно для вас он раскроется приятным таким клубничным джемом. Обязательно попробуйте. Следующий аромат достаточно бюджетный относительно предыдущих ароматов. Это Аджмау. Аромат называется Сериш, Чариш. По-разному его называют. Вообще по названию, многие, кстати, его позиционируют как вишневый. Но нет, он абсолютно не вишневый. Это клубничная дынная жвачка. Да, немного химозненькая. Да, немного такая, я бы сказала. Возможно, не совсем дорого звучащая. Но что-то в этом аромате есть. И здесь прям действительно та клубника, которая называют жвачной, баблгамной. Вот здесь она именно такая. Красивая, позитивная. Аромат абсолютно без возраста. Ну, конечно, больше он для, наверное, молодой аудитории. Но думаю, что и женщине постарше тоже будет в нем комфортно. Комфортно, то есть абсолютно, но, конечно же, он больше женский. То есть на мужчине я этот аромат абсолютно не представляю. Следующий аромат это Бёрба Рихё. Классический Бёрба Рихё. Вот я про него вам говорила, что для меня это приятная композиция на тему клубники. Он действительно в духе бакары. Что-то в нем есть. Ну, один производитель, так сказать. А Францис Курджан, я в том плане, что не бренда, а парфюмер один. Но здесь больше, да, вот такой вот земляничности. Клубники ярко выражены. И вот эта клубника, как я вам сказала, здесь как будто бы есть также и небольшая такая стерильность, бинтовость, может быть. И вот эта клубника иногда прям вот дает мне ощущение такое, что меня бросает в жар от нее. Но здесь соглашусь, что все-таки одна из самых реалистичных клубник. Если смотреть вообще с точки зрения других ароматов, здесь клубника более реалистичная. Она яркая, она сладкая. Опять же, не скажу, что натуральная. Она больше в формате такого джема. Но аромат, конечно, яркий, громкий. И вот эти вот отголоски бакары, конечно, придают ему такой изюминки. Поэтому, если не пробовали, конечно, попробуйте. Но с ним вот будьте аккуратнее. Потому что кто-то в нем также чувствует такую же жесть, как бакарей. Это бинты йод. Поэтому имейте это в виду. Лучше пробуйте перед покупкой. Также, кстати, аромат, который чем-то мне напоминает предыдущий. Это у меня Marc Jacobs Daisy версия Intense. Это So Intense Daisy. А тоже, знаете, в нем есть также вот эта бакаристость. Они прям очень даже похожи. Но как будто бы здесь аромат более свежий. И клубника здесь как будто бы более свежая и зеленоватая, я бы сказала. Но со временем тоже присутствует вот этот налет бакары. Даже так же я вам рассказывала, что мама моя очень чувствительная вот именно к бакаре. И про него она тоже сказала, когда нанесла на себя его летом, в жару. Она сказала, что ей пахнет бакарой. Поэтому имейте это в виду. Но аромат, конечно, будет бюджетнее, чем Бёрбари. Бёрбари, кстати, внутри сейчас довольно-таки небюджетно стоит именно этот Хё. И как-то он пропадает периодически. Этот аромат дешевле. Его проще, наверное, будет купить все-таки. Потому что на рандеву на него часто будут хорошие цены. И он не хуже звучит. Не хуже даже для меня лично. Лучше он тем, что он более воздушный. То есть в нем клубничка такая зеленоватая немного. Но также присутствует такой налет бакары, я бы сказала. Далее очень такой, может быть, посредственный, позитивный. Это у меня Arman Basis Kent of Kiss. Это помадка такая первая версия. Вот здесь максимально клубничная отдушка в аромате. Кстати, даже покупала их вместе. Вот так вот. Мне так хотелось в какой-то момент клубничных ароматов. Вот здесь он максимально нереалистичный в своем звучании. Это прям сладкая отдушка клубничная. Клубнично-конфетная, я бы сказала. Для меня это больше такие леденцы с ароматом клубники. То есть здесь ничего нет схожего. Вообще имею в виду, что общего прям с натуральной какой-то клубничкой. Даже если представить, что ее присыпали сахарной пудрой. Нет, здесь максимально такая нереалистичная. Но при этом приятная. И я не скажу, что она химозная. Сильно очень хорошо сделана отдушка клубники. И тоже аромат очень позитивный. Я одно время даже думала, оставить его или нет. Не звучит как-то, знаете, необычно. Как-то нишево. Но при этом он классный. Когда вы наносите, он действительно поднимает вам настроение. Он, кстати, очень долго на мне держится. Достаточно стойкий. При учете того, что цена у него вообще... Мне кажется, тысячи за две можно его купить на рандеву. Даже и дешевле может быть, если какие-то акции. Также промокод. Но звучит он действительно классно. Звучит классно, достойно. Поэтому присмотритесь. Потому что такая прям милота во флаконе. И последний аромат на сегодня. Это у меня Дикин Вай и версия Be Delicious Extra. Это вот такая вот именно розовенькая версия. Мне этот аромат понравился сразу же при затесте. Он для меня, знаете, чем-то схож с предыдущим ароматом. В принципе, в нем также клубника довольно-таки понятная. Но здесь интересно, что есть какая-то сливочность в этом аромате. И по факту получается, что как будто бы вы вдыхаете аромат клубничного йогурта. Или какого-то клубничного десерта сливочного. То есть есть ощущение прям сливок, йогурта. Вот такой вот прям молочности. С красными ягодами. А в первую очередь, конечно, с клубникой. Очень он классный. Да, он такой прям максимально девичий, непосредственный такой. Но он действительно достойный. Из всей вот этой линейки, Dicken Y, Be Delicious, мне больше нравится именно эта версия. Другие как-то нет. А здесь, в принципе, я думала, слышать здесь именно яблочко. Но по факту здесь для меня клубника. Понятно, что яблочко тоже есть. Такое красненькое яблочко. Но вот в основном клубника. Вот такая вот подборка. Пишите, пожалуйста, в комментариях свои любимые ароматы на тему клубники. Что у вас в фаворитах будет. Это очень интересно. Ровно спасибо, что посмотрели это видео до конца. Встретимся с вами уже завтра. И пока-пока.